спасибо товарищу к виду за наше счастливое детство и за то что здесь здесь конечно есть сейчас люди но по сравнению с тем что здесь происходит обычно можно сказать что людей нет потому что я например никогда никогда не езжу в парк сорско сельский летом весной осенью до летом never ever был я вашем пекине спасибо не надо больше но сейчас вот можно посмотреть вот туда например то есть такого мы не увидим ну хотя в ближайшее время мы такое увидим но тем не менее я тут даже знаете сыграл в такого туриста сфотографировался с александром сергеевичем пушкиным и спросил сударь почем он склад 500 рублей сударь я сфотографировался и он сударь на за второй снимочек бы еще 500 я сказал сударь а вы не как бы в атаке ну и потом я спрашиваю как вообще в сезон нормально сезон нормально но сейчас какой сезон по сочувствием александр сергеевичу пушкину я вам хочу рассказать просто про несколько тут вещей буквально на бегах мы не будем бегать по всему парку кое-где мы будем останавливаться дело в том что вообще обычно как нас учили в школе гидов переводчиков если вы идете по парку с иностранными туристами вас спрашивают а это кто такой или что такая вы задумываясь отвечаете это аллегория лето или это аллегория добродетели и все и американцы отваливают потому что они услышали это и как бы но тем не менее каждой скульптуры есть определенная коннотация и вот эта скульптура может порадовать всех наших ура патриотов потому что здесь написано амур для патрии помните французский гимн он зон фаду ля патрии то есть по 3 это родина амур это любовь любовь к родине патриотизм это патриотизма в чистом виде и он выглядит как римский воин и у него есть очень интересные атрибуты но вот здесь вот он попирает как бы мне топор специальный боевой и обратите внимание что топор вот это вот это на самом деле ну вот что это не конская грива это не трава это огонь огонь как парк сейчас в постковидную эпоху декатерининский то есть таким образом это вам намекает на то что он родина подавила все эти военные действия она попрала и вот очень интересно посмотреть что у него в руках в левой руке у нее венок венок из дубовых листьев это одна из самых почетных вообще наград который существовал в древнем риме гражданская корона так называемая которую выдавали ну например цезарь иногда изображается с ней дубовый венок у римлян вообще ну и у греков были странные подарки вот есть история про то как персы этого не понимали за что там они воюют во время всех этих олимпийских игр но еще более конечно крутая вещь это вот здесь это опять таки это не кошачий хвост это тоже венок из травы это так называемый осадный венок это то что получал солдат иногда и не солдат иногда и там сенатор или даже император за спасение собственно солдата во время военных действий и он был самым вообще почетным пинком из всех возможностей просто венок из травы его плели сами солдаты ты собирали цветочки прилили этот венок травку и награждали и вот такая была система да то есть не злато не прочее не злато игра слов потому что злато без приставки не стоит с камерой скульптор если вам это конечно интересно очень созвучный с мадонной поэтому легко запомнить он модула дальше у нас здесь вот мы видим либика если не очень разбираться в латинском языке можно подумать что это слово либра то есть свобода но нет это на самом деле севилла ливийская у которой вот тут даже дырочка видите в ноженьки вообще это на самом деле все статуи они копию по моему 2007 года если не ошибаюсь но точно также в летнем саду да все статуи заменили оригиналы хранятся то ли в гроте здесь то ли где-то не в курсе это не столь важно это севила из ливии вообще она изначально была черная то есть простите за мой политкорректный французский она нехар да или как афроамерикан афроамериканка да как правильно говорить то ли как это понятно что тогда бы афроамериканец не поняли бы как же как же как же вы тогда сказать ну как вот в французском языке знаете там есть очень интересное политкорректное слово там нельзя говорить нехах нигер да там нельзя говорить ну а там уже говорить black black такое чисто французское слово black да вот таким образом они это достигать севиллы они их было несколько штук целая дюжина они предсказывали будущее и соответственно вот это вот такая с одной стороны негр а с другой стороны абсолютно такая у нас девушка европейской внешности прошу обратить внимание на рубинский рубинцевские формы да то есть вот это как бы талон женской красоты плотные бедра небольшой животик обязательно грудь обратите внимание никакого анна семенович да так чтобы можно в ладошку было ее поместить то есть это как бы талон греческий того переходим сюда здесь у нас надпись и ола девушка кстати по комплекции абсолютно не отличается от севиллы ливийской и ола это вот это вот про греческие мифы и вообще про это всю греческую логику когда геракл совершил все свои 12 подвигов он как бы что сделал он решила посвататься к этой иоле но отец отказал как завевать сердце девушки убить отца это же как бы ну очевидно что геракл и сделал он убил ее отца а его тогдашняя уже законный супруг точнее уже была супруга на самом деле у геракла супруга она как бы решила вернуть геракла своими значит экстрасенсорными чарами и некой зелье ему дала чтобы он любовью воспалала это зелье оказалось ядом и геракл все вот такая грустная история и обратите внимание что у нее на самом деле это львиная шкура и там просто не видно но это как бы тоже башка любви башка льва извините и здесь у нас даже есть надпись скульптора тарсия то есть видите это брендированная подписанная у нас скульптура и вот еще одна вот это из области того что как бы как называется скульптура это у нас мудрость попирающие пороки друзья мои дело в том что вообще как бы вся та эпоха она была сугубо аллегоричная да вот когда вы входите в петропавловский собор то вот этот вот семён вов который падает с небес и там молится пётр святой пётр на самом деле все понимали что семён волк это карл 12 по идее это апокрифический сюжет из библии здесь тоже самое то есть несмотря на то что это у нас видите это судя по всему гидра да тут много змей и прочее прочее люди того времени прекрасно понимали что это россия либо это как бы ну петра не назвать здесь потому что он точнее она она с сисочками да все-таки в то время стараюсь гендерные вещи различать россия которая попирает швецию и вот она соответственно опять победила и наше все если посмотреть на вот тут дамочку которая такая весьма аппетитная у нее даже вот этот вот прекрасный треугольничек который о котором так мечтали художники всех времен и народов он даже практически не прикрыт если вы видите то у нее в право в правой руке некий предмет очень похожий на такую но не метелку вот домохозяйки пыли смахивают но это как вы понимаете не она а что это такое как вы думаете оказывается это факел это факел это аллегория мира то есть она этим факелом отсюда не видно но тем не менее она поджигает всевозможные атрибуты связанные с войной таким образом она вот попрала их и превалирует и на самом деле когда люди той эпохи они гуляли здесь они все считывали и вот например вот если мы принесли сюда я очень рекомендую я сейчас найду и сам помещу до картину знаменитую лансере елизавета петровна а вот она сходит как раз таки с этой лестнице и ну там она уже такая дома пышная и гораздо пышнее чем даже вот эти скульптуры но это считалось нормально в то время и собственно лансере очень точно угадал вот атмосферу и на этой картине это все видно вот она сходит и начинает там прогуливаться по парку потому что это изначально было ее затея расцвет и конечно пришелся на екатерину вторую она здесь как-то англомания и понтомания это вот было две ее соответственно страсти в то в ту эпоху хотя у нас как бы считается что екатерина вторая болела всем французским поскольку она сразу с французами переписывалась там дидром вольтер и все такое прочее но на самом деле или нет как раз идет преломление переход от регулярных французских парков основном есть как бы два основных вида парков это регулярный французский и пейзажный английский вот летний сад скажем тот же самый он был изначально регулярным французским парком потому что петр первый сказал хочу иметь сад не хуже чем французского короля побывав в версале потом после наводнения 1777 года он стал пейзажным именно в такой парк ходил пушкин александр сергеевич который кстати учился вот за той церковью в лицее сверчок у него было погоняло если вы помните а вообще изначально француз сверчок извините это его в разомасе прозвали в обществе а там не звали француз потому что очень хорошо говорит по-французски его как у нормального русского человека эфиопского происхождения у него первый язык конечно был французский сверчок и у них они в разомасе всех так называли то есть это было такое общество которое собиралось ну опять-таки на школе рассказывали что тут из зала поступил вопрос поэтому я сразу реагирую нам школе расскажешь это был такой литературном общество на самом деле взрослые талантливые мужики собирались на дружественной пирушки с этим делом естественно сдавали дань бахусу как это тогда говорилось вот дядя пушкина значит был активным членом вот я вас у него было такое погонялого там да 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 светлана была у жуковского ну и так далее и у них там были какие-то смешные ритуалы поступление в это общество значит как раз этого несчастного дядю его сначала такую примера жару накрыли шубами огромными да потом заставили там выпить определенное количество напитков всегда это обязательно они жарили гуся гуси у них был такой вот символ ну и мы просто собирались пили писали стихи собственно войну поэтому вот там его по сверчком и прозвали но маленькие юрки наверное поэтому я этимологию то не изучал скорее всего а в лице него была кличка француз и туда кстати паблата поступила на был благодаря саму дядю про которого я буду рассказывать наверное на одной из экскурсий в москве потому что там есть его замечательный музей да так вот возвращаемся к тому что основные работы начались конечно при катерине второй и она здесь помимо вот этого регулярного французского да так вот сбила ты меня хороший мой экскурсант потом он был пейзажным английскими летний сад и туда пушкин ходил а потом вот недавно его с распоряжение русского музея сделали опять регулярно французским и здесь она сама история здесь регулярный французский парк и рядом пейзажный английский парк там где не александрский дворец кстати хочу вам сказать еще вот про две вещи которые вот с чем может ассоциироваться вообще царское село вот у людей вот у меня бы не поверить царское село ассоциируется с тюрьмой потому что это была первая тюрьма для николая второго именно здесь он находился под присмотром тогда еще стражи временного правительства под домашним арестом именно отсюда его перетащили сами знаете куда и сделали это хочу вам открыть страшную тену отнюдь большевики и вторая ассоциация тоже крайне неожиданное это ну место такого спасения здесь николай первый пережидал холеру когда был холерный бунт на стеной площади да соответственно барельеф у нас есть на его памятнике на исаевской площади где это все изображено поэтому вот это такие тоже странные вещи которые могут приходить на ум здесь не только там расстрелили не только чарльз камерон не только соответственно скульптор манегетти и все такое прочее янтарная комната а даже вот такие странные вещи иногда на ум приходят если вы посмотрите на южную решетку летнего сада то вы видите там щит и на нем лицо женщины с волосами в виде змей это голова медузы горгоны решетка сделано по проекту шарлемане и посмотрите что здесь у нас тоже это женщина олицетворяющая мне кажется всех тех женщин которые пилят мозги несчастным мужьям я бы не сказал что есть прямо уродина их было три вообще сестры ну вот от взгляда этой все каменели это у нас тут прямо для особо одаренных написано персео то есть персей это один из самых вообще известных сюжетов который эксплуатировался многими скульпторами художниками и так далее значит прежде чем отправиться на подвиг вам что надо сделать вам нужно подготовиться то есть вам нужен качественный качественное сопровождение и экипировка у него она была ну во первых здесь он без сандалий который мы выделил гермес потому что ты чтобы совершить подвиг ты должен передвигаться сандалии были с крылышками гермес же дал ему меч только не кладенец а просто меч ну а афина подарил он щит то самый щит такой зеркальный в которой он глядел то есть там была схема отработана он глядел в щит и таким образом он не каменел вот так вот он обманывал эту самую медузу горгуру отрубил ее бошку заболел оспой как вы видите потому что вот у него лицо в таком виде но на самом деле эти все скульптуры несчастные конечно же с ними связаны огромное количество истории еще и части эвакуации мы об этом поговорим отдельно но если есть у нас здесь персей то наверное где-то должна быть и андромеда и вот она пожалуйста вот с этой стороны вот она андромеда в цепях но это не пролетарии всех стран соединяйтесь чтобы скинуть рабство капитализма нет она была прикована этой цепи к скале чудовище ее терзал она была принесена в жертву поскольку ее мать кассиопея это тоже традиционный греческий сюжет она возгордилась и поэтому соответственно жена посейдона вот наслала какие-то в общем беды и персей был вынужден спасать эту несчастную андромеду которая была прикована к скале вот он боролся с этим чудовищем которые ну кстати не были чудовище если посмотрите все отсюда то в принципе на картинах мало голландцев мы таких чудовищ можно наблюдать на термортах вообще-то в большом объеме но вот так вот она изображалась спасом тем не менее эту андромеду и его с тех пор этот сюжет качует просто из ну из картины в картину вот тут у нас как раз те самые аллегории наши любимые вот смотрите это у нас стройный парень смотрите какой накачанный с таким торсом с таким прессом который меня никогда не будет потому что я все время чуть жру то что не нужно а когда ты жрешь то качай не качай пресс все равно ничего не получится вот в крым сходишь на пять дней до походишь на одной воде орешках и гречки все вот вот как вот становишься вот таким а вот пока ты этого не сделаешь бесполезно и кофе очек и так далее ну если у нас здесь такие катышки это у нас виноград это у нас осень это вак потому что осенью все соответственно пили вино были так называемого каналии сейчас бы мы их назвали просто групповухами но тогда это все называлось а чё но так оно и было до пришли маслом обмазались вина выпили вино они кстати пили разбавленное всегда неразбавленное вино это участь быдло тупорылого потому что греки прекрасно понимали какой эффект вино оказывает на твой организм они все-таки старались не пине или пьянеть но хотя бы не так быстро то есть они растягивали это удовольствие и так далее поэтому мне кажется во время вакханалии все женщины были красивыми абсолютно потому что когда ты правильно заправился то даже не очень стройный мадам таковой становится если мы переместимся соответственно вот сюда здесь у нас как бы другая история здесь у нас видите есть надпись беллум помните такой пистолет как он назывался то ли парабеллум да это из фразы хочешь мир готовься войне парабеллум готовься к войне это у нас собственно бог войны но не марс как бы такой еще молоденький и вот они все вот такие вы понимаете какие-то очень странно сисястые такое ощущение что имплантанты на самом деле это если присмотритесь это щит тащит с такими двумя выпуклостями специально сделаны значит там у нас насколько я помню а primavera ну это у нас ребята primavera то на что весна да это весна красна вот такая молодая девушка всегда обязательно должна быть сисечка обнаженная да но здесь она такая знаете целеустремленная чем-то даже напоминает вот на полотне de la croix вот это вот ведущая в бой франция да то есть опять-таки обратите внимание откуда все откуда почему там сисечка да на том полотне ты понимаешь на какой картине идет речь но сейчас найдем за гугли посмотрим почему да вот потому что потому что это все растет вот отсюда они все художники даже там 19 веке они всегда черпали свое вдохновение и поэтому это по сути была греческая богиня вот там вот очень интересный президент республики я не знаю там дагестана может быть чешни ну и всех остальных так у нас почему-то представляли в свое время индийского царя пара до точнее пора извините пора вот там написано по-ру он пор вообще-то пора это по-латински дело в том что александр македонский пошел завоевывать индию и вот единственный храбрый нормальный пацан который оказал на сопротивление был этот индийский царь пор и македонский ему за это конечно же оказал почести все такое прочее но я хочу обратить внимание абсолютная шапка как у александра третьего вот это кубанка но это было сделано естественно не в эпоху александр третьего то есть как интересно у нас меняются представления но контексты при этом остаются ну если был бы жив сейчас замечательный сатирик задорнов он бы наверное сказал бы и именно отсюда из древней греции из древней индии у нас идет выражение до сих пор потому что вот видите пор до сих пор он любил такие штуки до шутки за 300 в стиле лингвистики да вот спина например да потому что это спи на то есть ты спишь на ней вот как бы такие у него были замечательные теории но пошли дальше чуть-чуть буквально пройдемся у меня тут закралось смутное сомнение насчет primavera не весна ли это а я я сказал что весна все правильно все все правильно сказал мне просто иногда клинит извините я думал что сказал лето у меня оперативная память она как у пятилетнего ребенка на просто отключается а это ребята бог точнее аллегория зимы как бы я вот не знаю вот вы я сейчас просто загугли найдут стихотворение замечательное шишкова за которую оси стебаля потому что он его не написал шишков это тот человек в доме который умер суворов на куриковом канале я кстати там уже делал неоднократно экскурсии еще проведу это не дед мороз но примерно близко это барей это барей это в ветер такой северный и раньше опять таки вот как эпохи меняются он присутствует в очень многих стихах то есть барей какие еще помните какие какие кище были ветра в ветра ночной эфир струит зефир зефир ветер то есть на самом деле вам кажется что зефир это то что ам-ням-ням-ням а зефир это еще ветер такой легкий потом но это уже как бы менее поэтично теме легкий бриз бриз то есть но на самом деле барей зефир это все оттуда я сейчас попробую найти вот это стихотворение за которую все тролли вот так вот они представляли зиму она суровая да вот она свирепствовал барей и сколько в этот день погибло лошадей под ветлами валялось много краф это коров то есть лежали они ноги кверху вздрав я поэт зову себя пашка от меня вам чебурашка но я к чему что я к тому что барей барей это ну была абсолютно понятная тема для всех ну ладно на сегодня пожалуй все хочется уже самостоятельно погулять вот вам немножечко буквально буквально кусочек такого соскосельского парка чтобы теперь ходили и так глядя по сторонам понимали о чем идет речь вот здесь на фоне старшего брата владимир владимировича путина вы просто про него не знаете потому что жиды масоны нам про нее рассказывают и с видом на вот этот вот замечательный пейзаж хочу поведать вам еще одну такую не длинную историю про то как екатерина батьковна великая чуть не отдала концы здесь дело в том что вот в эранибауме сохранился павильон катальной горки по проекту замечательного архитектора ринальди одного из любимых архитекторов екатерины и есть на самом деле чертежи сохранившиеся как это катальная горка выглядела ее придумал наш замечательный русский умелец нартов это были действительно такие огромные приспособления с которых скатывались на специальных тележках и надо сказать что но это все было деревянное и дело крайне опасно но какой русский не любит быстрой езды и вот екатерина вторая катался в рейненбауме здесь царском селе и один раз она чуть не улетела из этой тележки но ее прекрасные значит возлюбленный орлов удержал ее своей мощной лапой а так бы в общем то наверное правление екатерины великой было бы несколько короче после этого она сказала что в баню никаких вот вот в ту баню вот на скал вот в баню никаких больше горок и в общем запретила это развлечение но она осталась простой челяди такие горки ставили и на марсовом поле и на гласисе перед адмиралтейством когда там еще не было разбит александровский парк поэтому ну в общем любимые понимаете все экстремальное даже наши цари-императоры страдали этим к вопросу о венках на самом деле если вот приглядеться то там вообще-то у екатерины как раз тот самый дубовый венок на голове это миниатюрный памятник который вы можете видеть у нас перед александринским театром на родину прозван печатка и вот как бы человеческая логика видите натерто натерто причем именно у суворова потемкина игнорируют румянцева игнорируют жезл игнорируют на самом деле надо тереть жезл чтобы у вас было все хорошо это я читал в тайной жидомасонской книги под названием как преуспеть в мире рептилоидов и что характерно что здесь тоже нету шпаги то есть там на площади у несчастного суворова шпагу но на моей памяти воровали по два раза причем это же надо еще забраться поэтому не очень приспособленному пандусу вот но тем не менее как бы вот то что у нее дубовый венок я как-то обратил внимание только здесь вот сколько я там вожу экскурсию буквально недавно проводил потому что там рядом есть бывшее здание министерства просвещения где был самый первый теракт российской империи в двадцатом веке карпович смертельно ранил министра просвещения боголепова но вот никогда не обращал внимание что не венок а теперь обратил поэтому вот она доблесть римская и в таком обличье бывает представлена тут у нас шумит фонтан а мы переведем наш взгляд вот на эту красоту неземную на самом деле конечно об этом стоило было стоило бы сказать возле царскосильского дворца непосредственно большого но мы там много о чем там рассказали история который обычно опять-таки о которой я вещаю возле смольного собора и у меня вот есть экскурсия там вокруг смольного собора дело в том что елизавета петровна она обладала устроенной фигурой ну как встроенной фигурой по тем понятиям встроенной фигуры наше время конечно некоторые был сомнились по крайней мере на обложку журнала в ок она точно бы не попала но с другой стороны и нынешние вот эти селедки модели они если бы оказались в той эпоху то им бы намекнули что но как-то не добрала ты матушка немножечко вот как бы вот во всех этих местах но тем не менее она была одной из самых красивых принцесс европы и у нее были стройные ноги соответственно ноги женские как вы знаете в то время было невозможно увидеть кроме как в балете публичном доме ну либо там своей супруги дрожайшей или еще где и это была проблема то есть вот елизавета петровна любит балы а ноги не показать и тогда она придумала гениальную вещь так называемые трансвеститские балы но это я как называю трансвеститские балы на этих балах мужчины должны были одеваться в женское платье а женщины мужское ну во первых надо было конечно представить себе этих усатых бравых чертей которые одеты в женское платье на этих каблуках они это все было неуклюже они все падали и лизавета петровна дико смеялась ну и надо представить себе несчастных женщин с такими жирными ляхами значит в обтягивающих лосинах которые были вынуждены все демонстрировать и тут выходит такая красотка элизавета да значит демонстрирующая свою прекраснейшую фигуру и вообще в ту эпоху было не принято посещать балы в одних и тех же платьев и специально эти платья их либо спрыскивали вином по выходе либо просто даже клеймили чтобы ты не дай бог в одном и том же платье не пришла а платье стоило адских просто адских денег но и отсюда известнейшая история про которую любят рассказывать все там не только истории кино и гида что к моменту смерти елизаветы петровны у нее гардеробе было значит 3000 платьев и 15 тысяч пар обуви потому что она была законодательницей мод и все материи все ткани которые прибывали в санкт-петербург из-за границы сначала конечно же попадали к ней а только потом шли в продажу и не дай бог какая-нибудь придет на бал в платье которое похоже на платье у императрицы чем старше она становилась тем она конечно приходила в большую ярость по поводу молодых и красивых могла там за волос их оттаскать это было абсолютно в порядке вещей ну что матушка наша зато была весела бодра и понастроила вот таких прекрасных барочных винтифлюшек которые так потом раздражали ее приемницей екатерина вторую воспевавшую все как раз таки в новом архитектурном стиле классицизм конце небольшой бонус трек эта кухня руина построенная по проекту джаком акваренги и по незнанию можно решить что она разрушилась сама со временем или ее не восстановили после великой одечественной войны когда царское село представляло себя руины а парк был превращен просто в какой-то вытоптанный бурелом но нет она строилась так изначально при этом архитектор использовал родные барельеф и даже некоторые статуи сапенинского полуострова и вот одна безголовая безрукая казалось бы это тоже след времени тем не менее перед вами болванка на которой пришпиливали голову нового консула и сюда же вставляли его руку со свитком где было выбито его имя то есть консулы меняются статуя остается и не надо ее скидывать с пьедестала если вдруг слуга народа оказался простите мудаком удобно и практично вот всегда бы так хочу сказать что сейчас пока продажа путеводителя невский с перцем приостановлено я не успеваю разослать все заказы я знаю что многие ждут купили уже давно вот на этой неделе я закрою все эти лакуны и наверное пока ближайшее время эту книгу можно будет купить только у меня на экскурсиях но мы планируем ее немножечко переверстать и выпустить дополнительный тираж у меня был очень удачный заезд москву я бы хотел обратиться к москвичам у петербургцев это как бы в порядке вещей я уже на это не обращаю внимание но если вы записываетесь ко мне на экскурсии и не можете прийти пожалуйста сообщайте об этом потому что бывают очень странные ситуации когда я закрываю запись и люди меня просто умоляют прийти а я им говорю что ну извините но и так уже честно говоря переполнена группа если вы еще и вы придете но это бы совсем трэш в итоге те кто записались не приходят те кто хотели бы прийти не попадают и им крайне обидно в этом случае столице нашей родины следующей экскурсии будут 21 22 23 числа это будет пятница суббота воскресенье следите за анонсами они скоро появятся в петербурге по-прежнему это все дело проходит среда четверг суббота воскресенье 20 00 на неделе и 18 00 на выходных пока что ни один маршрут не повторяется но вот есть несколько которые меня просят повторить возможно это и произойдет у меня вышло приложение по нескому проспекту оно бесплатное там есть почти дюжина зданий с дополненной реальностью можете качать ее с apple store или с google play точно также все ссылки есть внизу вся информация есть как у меня на сайте так и в группе вконтакте и также я делюсь этой информацией в аккаунте в инстаграме выбирайте удобно для себя канал связи ссылки вы можете обнаружить в описании под этим выпуском на этом пока вас ждет еще масса всего интересного комментарии вниз увидимся оффлайн и онлайн